Считаю просто своим долгом записать видеообзор на инструменты, необходимые для проведения работ по реставрации ванн. Поскольку вся информация, которая находится на просторах ютуба о реставрации ванн, это, мягко говоря, не профессионалы ее транслируют. Ну и, конечно, неудивительно, что за годы у обычных людей, у потребителей потенциально этой услуги сложилось впечатление, что эта сфера полностью состоит из каких-то мошенников и лузеров-рукожопых. Итак, ну да ладно, перейдем к обзору инструментов. Примерно 80% всех инструментов – это инструменты для подготовки поверхности, для снятия, для шлифовки, для обезжиривания, для какого-то отрезания. И только 20% – это средства индивидуальной защиты и дополнительные инструменты, которые осуществляют функцию освещения и так далее. Итак, начнем с грубой очистки. Соответственно, сейчас большинство ванн уже в работу попадают вторичные, то есть уже было одно, либо два, либо там три покрытия. Для того, чтобы очистить без особой пыли этот бутерброд, необходимо использовать строительный фен максимально высокой мощности. То есть здесь фен 2,3 кВт греет 650 градусов, у него регулировка по температуре, по силе потока. Соответственно, используется фен в паре со шпателем из нержавеющей стали. Вот такой вот уже стертый коротенький шпатель. За долгое время использования он уже сильно заточился, закруглился. И использовать в работе его нужно очень аккуратно, соблюдая технику безопасности, потому что распороть руку или ногу горячим вот таким шпателем абсолютно вообще без проблем. Так, для работы по очистке, конечно же, лучше всего использовать шпатель из нержавеющей стали, потому что это жиропрочная сталь, которая не деформируется при сильном нагреве, и достаточно долго послужит такая вещь. Ширина шпателя максимум 5 сантиметров, должна быть широкая, толстая, удобная ручка. Стоимость такого шпателя в районе 1000 рублей. И так далее. После грубой очистки ванну необходимо отшлифовать. Для шлифовки я использую достаточно простую болгарку, если правильно называть, УШМ, углошлифовальная машина, с регулировкой оборотов. Тоже достаточно большой мощностью. По-моему, в районе 2 киловатт, для того, чтобы болгарка служила хотя бы не месяц, а полгода или более. Обязательно регулировка оборотов, обязательно шлифовку производить не более чем на 4000, но 4500. Не больше. Потому что иначе это становится опасным таким занятием, поскольку на высоких скоростях любая песчинка потенциально может вам выбить глаз. Ну и вторым недостатком шлифовки на высоких оборотах, это, конечно, качество самой шлифовки. То есть на 12 тысячах оборотов, то, что крутит простая болгарка, обычно, вы не можете ее особо контролировать. И после шлифовки остается очень много неровных граней. И после нанесения наливного покрытия все это видно. Плюс шум и огромное количество пыли, которое поднимает болгарка, работающая на предельных оборотах. Итак, далее по списку инструментов для подготовки поверхности у нас планетарная виброшиповальная машинка. Такой специфический инструмент используется для подготовки поверхности акриловых ванн. То есть в таком случае нельзя использовать болгарку, либо какие-то другие инструменты. И подготовка должна производиться в щадящем режиме. То есть либо вот такой машинкой, либо вручную. И опять же обязательно регулировка оборотов. Даже на планетарной машинке есть регулировка оборотов. Потому что не всегда нужна вся мощность и предельные обороты. Еще одно преимущество работы, подготовки с планетарной машиной, это пылеотведение. То есть эту машинку можно подключить к пылесосу, который у меня тоже есть. И соответственно в автоматическом режиме, включая машинку, будет включаться пылесос. И при шлифовке вся пыль будет отводиться. Но это используется достаточно редко. Поскольку чаще всего акриловые ванны просто выбрасывают в помойку. И они не подвержены ремонту. И особенно это касается сегмента дешевых вот этих вот ванн из строительных маркетов. Которые там в пределах 5-7 тысяч. Это откровеннейший хлам. То есть если у вас появилась какая-то трещина, то имейте в виду, вам надо будет выбросить полностью ванну. Это не ремонтируется. В случае же, если вы покупали достаточно дорогую ванну, там за 15, 20, 30 и дали тысяч. То, скорее всего, ремонт такой ванны целесообразен и его можно осуществить. Итог. Планетарная шлифовальная машина обязательно должна быть в арсенале мастера, который выполняет работы по реставрации ванн. Далее идет мелкий, но не менее важный инструмент, без которого производство работ просто невозможно. Ну, начнем с молотка. Молоток важнейший инструмент в работе у мастера по реставрации ванны. Во-первых, демонтажные работы. Например, керамический бордюр по периметру ванны или какой-нибудь цемент. Либо, например, демонтаж старой сливной системы, либо фановых труб. Это дополнительные работы, которые постоянно требуются при выполнении основной работы по реставрации ванны. Гигантский молоток с собой таскать не надо, но такого обычного, грамм 300, вполне будет достаточно. И чаще всего в паре с молотком работает зубило, которое я, к сожалению, где-то потерял. Показать вам не могу. Самое обыкновенное зубило, застренное с одной стороны, которое точно так же облегчает работу. Итак, пильные диски разного диаметра здесь лежат не просто так. Например, маленьким сточенным диском очень удобно срезать внешние накладки из латуни. И при этом делать это аккуратно, не портя эмаль вокруг этой накладки. А пильный диск большого диаметра в первую очередь используется для того, чтобы можно было за один проход отпилить фановую трубу 50-го диаметра. И сделать это точно так же аккуратно, не колоть ничего, чтобы был ровный срез. Ну и, соответственно, каждого диска по 2-3 штуки, потому что они постоянно колятся, ломаются. И необходимо, конечно же, использовать очки при работе с пильными дисками. Далее у нас по списку нож. Я использую канцелярский нож, строительный, достаточно дорогой, качественный, с хорошими титановыми лезвиями. Хороший нож – это залог качественной, опять же, и быстрой работы. Пригодится он может везде, начиная с подготовительных работ. Например, по периметру ванны было замазано каким-то силиконом, который уже в плесени. И, соответственно, чем у вас качественнее и острее лезвие, тем быстрее вы выполните эту работу. Итак, далее по списку у нас прямая отвертка. В большинстве сливных систем используются гайки с прямой резьбой. Соответственно, чаще всего используется простая отвертка с прямым наконечником. Ну и в случае чего она должна выполнить функцию зубила и не сломаться. Поэтому отвертка должна быть качественная и дорогая. Конечно же, на всякий случай нужно иметь и крестовую отвертку, потому что в некоторых сливных системах, особенно это системы полуавтоматические, где сверху поворачиваете накладку, а снизу пробка открывается или закрывается. Там обычно скрытый монтаж и как раз нужна отвертка крестовая. Для использования крестовой отвертки раз в месяц, конечно, не обязательно использовать дорогую отвертку. Можно и какую-нибудь простую за 100 рублей. Так, обязательно набор запасных лезвий. Я использую титановые лезвия, которые служат очень долго. Обязательно необходимо иметь в арсенале мастера хороший разводной ключ. Обратите внимание, что ключ этот достаточно тонкий для того, чтобы им можно было подлезть практически в любое место. Потому что очень часто обычным громоздким гаечным ключом просто не подлезьте. Например, когда частично нужно разобрать смеситель, сделать этого не получается. Поэтому вот вам на заметку используйте узкий разводной ключ. На носике есть пластмассовые специальные насадки, чтобы не царапать хром при демонтаже. Дополнительным преимуществом хороших инструментов является их многофункциональность. То есть, несмотря на то, что ключ очень маленький, разводится он до большого размера. И при необходимости можно подтянуть любой фитинг, либо установить смеситель. То есть, ключ многофункциональный. Далее у нас идет инструмент для подготовки уже поверхности и нанесения наливного покрытия. В данном случае это резиновый шпатель, с помощью которого производится грунтование пористой поверхности эмали ванны. В том случае, когда после обдирания с помощью фена, потом шлифовки и демонтажа всевозможных сливных систем, мы начинаем перекрывать пористые участки. То есть, в эмали при ближайшем рассмотрении очень много пор, всевозможных трещин микроскопических. И при застывании, если не выгнать оттуда воздух, то он расширяется и, соответственно, выходит на поверхность. И остаются такие черные точечки, кратеры, которые очень некрасиво выглядят. Поэтому сам процесс грунтования происходит достаточно просто. Небольшое количество наливного материала наносится на поверхность и с усилием размазывается по ванной в разные стороны. И уже далее, сразу же не дожидаясь застывания, продолжается нанесение основного покрытия. Также резиновый шпатель может потребоваться при локальном ремонте с помощью шпатлевки. То есть, если у вас есть какие-то глубокие сколы, либо глубокая ржавчина зашлифованная, либо какие-то раковины, то, опять же, резиновый шпатель для этого подходит лучше, чем металлический. Шпатлевание производится до основного нанесения и до грунтования. Наличие резинового шпателя у мастера – это такой своеобразный показатель профессионализма и опытности человека. Ну и главный инструмент для нанесения наливного покрытия – это, опять же, шпатель из нержавейки с большой толстой удобной ручкой. Шпателю этому, наверное, уже года два. Он уже весь побитый, немножко кривой, но плоскость у него в порядке, поэтому я им работаю. Думаю, что как минимум год он еще выдержит. Шпатель достаточно дорогой, где-то, наверное, в районе тысячи рублей, может быть, даже больше. Ну, такой шпатель стоит, конечно. Своих денег, поэтому не щемитесь на инструменте, используйте дорогой, хороший инструмент. Если бы, например, я использовал простые шпатели за 100 рублей, я бы уже их купил, наверное, тысяч на пять. То есть вы покупаете один раз хороший инструмент и долго-долго им работаете. Тут как в старой доброй поговорке – я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи. Вот абсолютно уместно. И, кстати, многих инструментов у меня по две штуки. Даже вот ножи я с собой ношу по две штуки, мало ли вдруг что-то произойдет. Но вот у меня есть и запасная болгарка. И, короче говоря, лучше носить всего по два. Это меня еще научили наливные полы. И вот, кстати, очень интересная вещь. Такой вот своеобразный фонарик, который одевается на голову и светит с двух сторон. То есть у него два фонарика, работает на пальчиковых батарейках. В каждой части по пальчиковой батарейке невероятно удобная вещь. Достаточно мощная. Батарейки высаживают, ну, наверное, часов за шесть полностью. Очень советую. Если вы не можете купить себе какой-то дополнительный источник света со штативом дорогой, то вот это прекрасная альтернатива. Либо хотя бы используйте налобный фонарик. Не такой, как этот, с одним диодом. Но дополнительный источник освещения должен быть обязательно. Вроде вещь простая и недорогая, но качество выполняемой работы повышает достаточно сильно. То есть если вы пользуетесь таким фонариком, вы всегда увидите на поверхности любую песчинку, любую волосинку и сможете ее достать. Ну и, наверное, самое важное – это защита органов дыхания мастера. Я лично уже много-много лет использую маску, полумаску 3М. Очень хорошая вещь. Всем советую, если у вас какая-то пыльная или грязная работа, используйте, чтобы сохранить свое здоровье. Почему-то я обратил внимание, что огромное количество мастеров вообще не используют средства индивидуальной защиты. И оказывается, что у них там был, например, горький опыт, они покупали дешевые маски с резиновым уплотнителем. Соответственно, на лице появлялась аллергия, либо какая-то сыпь, ну и они отказывались от этой маски. Здесь ситуация кардинально другая. Маска силиконовая, никакого раздражения на лице нет. Можно даже несколько часов в ней провести, абсолютно не затрудняет дыхание. Соответственно, огромное количество выбор всевозможных фильтрующих элементов. В моем случае я использую фильтры от органических растворителей, газов и так далее. То есть, самое подходящее для моей работы. Ну и, конечно же, с основным фильтром используются одноразовые такие предфильтры. Но они, конечно, не один раз служат, несколько раз. В общем, используются они для фильтрации от грубых частиц. То есть, если в воздухе какая-то пыль, то чтобы вам сохранить срок службы вашего основного фильтра, да, и он не забился, вы используете вот такие вот бумажечки, они копеечные, и защелкиваются специальным креплением между основным фильтром и вот этой вот пластмассовой защелкой. Соответственно, получается так, что сначала предфильтр фильтрует воздух на грубые частицы, и уже основной угольный фильтр удаляет всевозможные газы и вредные испарения из атмосферы. Итак, перчатки. Это, конечно, тоже отдельная вообще тема. Сейчас расскажу, как я пришел вот к этим химстойким перчаткам. Не везде они, оказывается, продаются. Значит, такие я начал использовать достаточно недавно, наверное, несколько месяцев назад. До этого долгие годы использовал обычные перчатки хозяйственные с хлопковым таким пенистым покрытием внутри. И, в общем-то, они с функцией своей справлялись, но абсолютно не имели никакой защиты. То есть любая царапина, либо можно также и порезаться спокойно в них ножом. Ну и ценник тоже немаленький, там в районе 200 с чем-то рублей обычные перчатки стоят. Данные перчатки стоят, по-моему, в районе рублей 700, и они уже, наверное, второй месяц я в них работаю. Ни одной дырочки у них нет. Невероятно крепкие перчатки, не пропускают через себя ничего. Крайне советую. Очень-очень хорошая и стойкая вещь. И еще одно гигантское преимущество этих перчаток в том, что они сохраняют руки от механических повреждений. Например, недавно я зацепил случайно поверхность шлифовального диска, и ничего не осталось ни на руке, ни на перчатке. То есть перчатки остались герметичными, и палец мой остался целый. Что по сравнению с обычными перчатками, как правило, сразу же перчатка протирается насквозь и протирается кожа. Соответственно, идет кровь, и ничего хорошего. Итак, подытожим. Хорошие перчатки. Это вы просто сохраняете свои руки и свою работоспособность. Ну и тут немного о расходных материалах и о подготовке. Соответственно, обезжиривание я произвожу ацетоном обыкновенным. И ношу с собой маленькую баночку финишной шпаклевки автомобильной. На всякий случай, хоть я и не любитель использовать шпаклю, я за то, чтобы просто отшлифовать поверхность до гладкого состояния. Пускай будет небольшой какой-то перепад, неровность, но шпаклевки не будет. Но на всякий случай ношу все равно. Совсем забыл сказать про удлинитель, с помощью которого, в принципе, и производятся все работы без удлинителя. Работать не получается никак. Особенно в старом фонде, где проблема с электричеством, где проблема с розетками. Часто бывает такое, что одна единственная розетка рабочая находится где-то там в соседней комнате или на кухне. Ну и, соответственно, не всегда у заказчиков есть свой удлинитель. То есть иногда работы приходится переносить, либо бежать там искать какой-то дешевый удлинитель одноразовый. Удлинитель – важнейшая вещь. Соответственно, должен быть переходник на два гнезда. В одно гнездо вы включаете, например, источник дополнительного освещения, а в другое гнездо вы уже включаете инструмент, который необходим в конкретном процессе работы. Я, например, использую удлинитель 10-метровый. Раньше у меня был 5-метровый удлинитель, но иногда его мне не хватало. Поэтому я решил, пускай вес моего инструмента будет немного больше, но проблемой станет меньше. Ну и финишем, конечно же, это источник дополнительного освещения, с помощью которого я снимаю этот ролик. Сейчас вот он светит. Это штатив и видеосвет. Он достаточно недорогой. Это считается простой такой пользовательский свет. Но функцию он свою, в принципе, выполняет достаточно хорошо. Так, друзья, ну я надеюсь, я был не очень нудный в этом клипе. Попытался рассказать о свойствах и преимуществах, преимуществах и каких-то недостатках в сфере реставрации ванн по теме инструментов. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы или вам что-то осталось непонятно, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите мне. И, пожалуйста, не забудьте подписаться, потому что большинство просмотров происходит без подписки. Для меня это очень важно. Я стараюсь для вас. Все, благодарю за внимание. Всем пока-пока.